Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о еще одной интересной технике декорирования. Это работа с 3D-молдами. Я расскажу в этом видео, как правильно заливать формы, какой вид материала можно использовать для заливки 3D-молдов. Напоминаю, что вся нужная информация будет также в описании под видео. Также там будет ссылка, где приобрести такие молды. На первый взгляд, кажется, что это все легко и просто, что работа с 3D-молдами здесь ничего сложного нет. Я так тоже думала, пока не стала работать в этой технике. Как оказалось, залить правильно и правильно вытащить фигурку из 3D-формы не так уж легко, как кажется. Для этого специально нужны молды. Некоторые молды дорабатываются, специально делаются надрезы. На некоторых, к примеру, можно сделать только 2 надреза, этого достаточно. А на некоторых молдах нужно делать 4 надреза, чтобы потом вытащить цветок из этого молда. Если вы все-таки захотите попробовать работать с этой техникой, я сейчас покажу, как молды нужно дорабатывать. Вот, к примеру, самые сложные вот такие высокие толстые молды. Это молд-тюльпан. Для того, чтобы оттуда вытащить потом наш приготовленный тюльпанчик, в таком молде нужно сделать тоже 2 глубоких надреза, то есть почти до самого дна. Я это делаю с помощью лезвия. Разрез должен быть тонким. Сам силикон от этого никак не страдает. При заливке мы потом можем пользоваться резинками. То есть разрезы здесь на качество декора никак не будет влиять. И сама форма останется в рабочем состоянии еще очень долгое-долгое время. Силиконовые молды бывают очень разнообразные. Некоторые более плоские и легче. Но вот, как для меня лично, я считаю, что самая сложная из этих форм заливается эта форма цветок кала. Эта форма достаточно сложная. Ее нужно уметь правильно залить и правильно вытащить. Для работы с 3D-формами мы можем использовать шоколад, либо шоколадную глазурь, либо карамель, либо крем-пасту. При работе саму массу для заливки лучше держать на горячей воде, чтобы она не слишком быстро остывалась, чтобы мы имели возможность спокойно работать. В данном случае я окрасила крем-пасту. Рецепт крем-пасты я придумала специально для работы вот с такими 3D-молдами. Заливаем в силиконовую форму небольшую часть, не выливаем все сразу. После этого обязательно форму нужно отстучать, чтобы оттуда вышел воздух, чтобы вся паста распределилась по форме равномерно. Тогда доливаем оставшуюся часть и делаем то же самое. Нужно хорошенько отстучать. И если нужно, можно еще пройти с шпажкой. И у нас получится хорошо залитый цветок. После этого убираем форму в морозильник. В данном случае эта форма небольшая, поэтому я ее ставлю на минут 40. И после этого вытаскиваем из силиконовой формы. При охлаждении цвет пасты становится немного светлее. Здесь видно, что не такая яркая, как было до этого. Теперь перед нами стоит тоже важная задача правильно вытащить цветок из 3D-формы. Это тоже не так легко, как кажется. Нужно понемножку отгибать сначала верхнюю часть силиконовой формы. Аккуратненько освобождаем цветок от силикона. Простыми движениями оттягиваем и отпускаем аккуратненько на место, чтобы ничего не сломать. Постепенно-постепенно продвигаемся в середину, вглубь силиконовой формы, освобождая наш цветок от силикона. И потом в конце аккуратненько вытаскиваем полностью. Вот. Это у нас махровый пион из крем-пасты. Следующий вариант мы рассмотрим работа с карамелью. Нужно сварить карамель. Обычную, такую, как для леденцов. Но перед тем, как заливать, надо дать карамели немножко успокоиться, чтобы пузырики успокоились. Как только карамель немножко успокоилась, делаем то же самое. Заливаем горячую карамель в 3D-форму. Льем по чуть-чуть, так, чтобы там не образовывались пузырики. Форма должна быть не холодной. Иначе карамель будет слишком быстро затвердевать. Одеваем резиночку и делаем то же самое. Нужно немного отстучать, освободить от воздуха, чтобы карамель равномерно там распределилась. Доливаем следующую часть карамели и опять немножко отстукиваем. Можно убрать в холодильник, можно оставить в помещении, но декор из карамели будет остывать намного дольше, чем, к примеру, шоколадный декор или из крем-пасты. После того, как затвердело, тоже вытаскиваем из 3D-формы. Карамельный декор вытаскивается намного проще. Потому что он очень твердый, но все равно нужно аккуратно. Ну и для себя я сделала выводы, что не стоит окрашивать в слишком темные тона. Светлые тона смотрятся намного красивее. Они прозрачные, блестят. Ну то есть, как мне кажется, с светлыми тонами намного лучше. Ну и как я говорила, что покажу, как заливать самую сложную, на мое мнение, 3D-форму цветка Кала. Такой цветок из крем-пасты поломается, его будет очень сложно вытащить из формы. Заливаем теплым шоколадом. Здесь нужно заливать очень внимательно, поэтому я немножечко отгибаю стороны формы и смотрю, чтобы шоколад попал туда, куда нужно. Форма немного узкая, поэтому нужно обязательно пройтись немножко шпажкой. Потом немножко отстучать, долить следующую часть шоколада. Убираем в морозильную камеру либо в холодильник до полного затвердевания. После этого вытаскиваем из формы. Здесь нужно постепенно сначала освободить основание цветка, то есть острый угол, как мы берем. Открываем стороны формы аккуратненько, так, чтобы не повредить цветок. Вот, половина цветка у нас практически открыта, и теперь нужно его отсоединить внутреннего силикона, который находится с другой стороны. Также аккуратненько по обеи стороны отгибаем чуточку силикон, и шоколад нормально отстает от формы. Вот, практически наша форма, наш цветок освободился, просто остается его снять оттуда. И у нас получается такой неплохой цветочек кала. Кроме этого, такие цветы можно еще доработать с помощью стабильного крема. Кали, к примеру, можно доработать кремом сердцевину, а также сделать лепестки из крема, которые тоже можно заморозить, и потом спокойно выкладывать разные композиции. Достаточно иметь всего несколько 3D-молдов, из которых можно сделать уже цветочную композицию на торт. Или, к примеру, с одной 3D-формой можно оформить также неплохо торт. Цветы из крема, конечно, намного лучше, но вот такая техника с помощью 3D-молдов тоже может многим пригодиться. Надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Всем говорю пока, и прощаюсь до следующего выпуска. Продолжение следует...